Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 28 февраля 2024 года, у микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Кстати, завтра день, который происходит только раз в 4 года. 29 февраля я поздравляю всех, кто родился в этот день, они в 4 раза моложе всех остальных. Особенно хочу поздравить моего близкого друга, товарища Эдуарда Дратвера, замечательного певца, приехавшего из Одессы, где он работал в театре музыкальной комедии, пел там, а сейчас с замечательными совершенно песнями, концертом старинных песен, которые мы все любим. Он очень-очень здесь нам всем помогает вспомнить молодость. Эдик, поздравляю! Ну, а теперь к событиям дня. Сегодня два события. Снова бомба в Верховном суде, еще одна в суде операционном в Нью-Йорке. Ну, начнем мы с произошедшего в Сенате сегодня, в ожиданное и неожиданное событие. Лидер республиканцев в Сенате – это Митч МакКоннелл. МакКоннелл после 17 лет, я думаю, в этой роли уходит с поста, сказав, на той неделе мне исполнилось 82 года, я уже не могу отдавать столько работе, сколько я мог ранее, но я думаю, что на минуту сил, возможностей и прочее. Уход МакКоннелла приведет к изменению в отношениях с демократами в Сенате и между Сенатом и Белым Домом, конечно, потому что он был таким стабилизирующим, не всегда был с ним согласен, то есть очень часто в последнее время был с ним не согласен, я лично, но, так сказать, он был таким стабилизирующим фактором в отношениях, переговорам о бюджете, значит, скажем, пытался, чтобы не останавливалась работа правительства там и тому подобное. А дважды в течение последнего года МакКоннелл замирал во время пресс-конференций и как бы не мог продолжать говорить, непонятно было из-за аппарата здесь или из-за того, что у него что-то в мозгу происходит или что-то еще, но просто застывал. И стало ясно, что у него проблема со здоровьем, так сказать, что называется, я не могу давать другого диагноза никакого точного. Но в августе, значит, после того, как он два раза остановился, врачи осмотрели его и сказали, что, по крайней мере, на данный момент он здоров и может, так сказать, исполнять любые обязанности, которые ему поручат. Ну вот, так сказать, у него неделю назад умерла сестра, и ему исполнилось 82 года, и, видите, он решил, что пора уходить. Он не ушел из Сената в 25-26 году, у него кончается срок, он будет переизбираться и, скорее всего, я думаю, уйдет, но пока что он просто оставляет, так сказать, свою позицию, а в Сенате он остается. За место среди сенаторов будет, конечно, борьба. Во главе республиканской партии в стране сейчас становится Трамп, так сказать, когда станет представителем партии на выборах, а в Конгрессе и в Сенате есть сильная группа, то, что мы называем Freedom Copus, то есть, скажем так, блок свободы или блок за свободу, и они попытаются поставить на этот пост в Сенате кого-то, кто по духу, скажем, им близок, близок Трампу. Макконнелл в 2016 году остановил назначение в Верховный суд Мерико, который вот у нас сейчас генпрокурор. А в 2020 году протащил Верховный суд Анну Беннетт, таким образом создав 6-3 преимущества в этом важнейшем органе власти для консерваторов. Это как бы последняя ступень, к которой обращаешься, и поэтому очень важно, чтобы там были люди, которые думали не о, так сказать, революции, не эмоциями, а думали о Конституции и праве, и законе. Вот. Кто заменит Макконнелла и что это даст, как бы, так сказать, нам с точки зрения выборов, мы еще увидим, не знаем. Но я думаю, что в любом случае Макконнелл был, по-моему, единственным сенатором, который еще не не endorse, что называется, то есть он не высказал, что я там за Трампа, вот. А все остальные сенаторы уже это сделали, так что в любом случае того, кого выберут, будет человек, который, так сказать, как бы поддерживает Трампа. Теперь, значит, переходим к двум другим событиям. Апелляционный суд остановил действия некоторых решений суда в Нью-Йорке, но не позволил Трампу отложить внесение суммы, теперь эта сумма уже 460 миллионов долларов, это сумма всех его штрафов вместе с пеналти и тому подобное, в сроки, указанные судом. Иными словами, Трамп должен в течение 30 дней собрать где-то полмиллиарда долларов, даже при том, что у него там есть имущество и прочее, это наличные, это деньги. Это не то, что там, так сказать, я там выписываю, а вы можете там наложить. Нет, это нужно внести деньгами. Вот. А если он в течение месяца этого не сделает, то, значит, его имущество Нью-Йорк начнет отбирать и продавать на аукционе с молотка. А, как вы помните, судья, значит, Артур Эндрогон, Эндрогон, наложил совершенно беспрецедентные штрафы на Трампа и потребовал еще и дополнительно 100 тысяч долларов в день за каждый день, значит, просрочки. Вот если завтра принесет, тогда, значит, нет. А вот если после завтра уже еще дополнительные 100 тысяч долларов. То есть за месяц, вот, который Трамп, которого Трампа дали для того, чтобы внести эти деньги, значит, дополнительно должен будет доложить 3 миллиона долларов, если он в последний день месяца, это 30-й день, 31-й уже будет 3 миллиона 100. Вот. Это совершенно уникальный, неоправданный, несравнимый ни с чем отъем имущества у владельца имущества. То есть это... А главное, что этот владелец имущества никому, никому. И суд, на самом деле, это признал. Никому своими действиями не нанес вреда. За что же, что называется, его наказывают? Вот. Но это отдельный вопрос. На другие решения судей, там, типа, что Трамп и его дети не могут больше делать бизнес в Нью-Йорке, там, Трамп 3 года или 2 года, они не могут, там, руководить компаниями. То есть сию секунду должны отказываться от всего своего имущества. Вот. Апелляционный суд это приостановил до, так сказать, своей разборки и решения. Вообще, вообще, это практически то же самое, что большевики делали в 1917 году. Просто отобрали, отбирали здания, имущества, там, банковские счета, личные, так сказать, достояния у тех, кто его имел. То есть заработал, либо получил от родителей наследство. Кстати, вот еще одно, еще, так сожалению, похожесть. А США нанесли несколько ножевых ранений и пытались убить полицейского, который якобы задушил в свое время уголовника Джорджа Флойда. Это, например, Джордж Флойда, тот самый человек, который, значит, до того за неделю, две, не знаю, месяц подбежал к беременной женщине, приставил нож к ее животу и сказал, что если он не отдаст кошелек, он проткнет, значит, ее плод сейчас. Вот этого человека, этот самый, значит, полицейский Дерек, то есть якобы он его задушил, так сказать, мы не знаем, от чего он скончался, нам не дали выяснить это. А за это был приговорен к 23,5 годам тюрьмы. А, кстати, вот, значит, вы знаете, есть, называемые параметры, в которые судья должен вписаться, вот если там человек там побил кого-то, да, ему нельзя смертную казнь назначить, ему можно там назначить вот тот там штраф, не знаю, 100 рублей до там двух годов тюрьмы. А если он там, я не знаю, там изнасиловал кого-то, да, то там, так сказать, от трех там до 15. Так вот, за то, что Дерек сделал, в их штате есть от трех до 15. Ему дали 23,5, и никто этого не оспаривал. Вот, очень похоже, значит, на дело Магнитского в Москве, которого убили. Его избивали, ну, и там, убили случайно этого, не добили, да, за попытку лечить друганов Путина в краже. Там, не больше, не меньше, там было 100 миллионов долларов. И, значит, напоминает смерть Навального, кстати, за Полярным и Кругом. Дерек на этот раз выжил, вот, но я подозреваю, что еще Трампа его не выпустят, когда станет президентом, то его добил. Вот, сегодня Верховный суд, это уже другое дело, США принял к слушанию, слава богу, принял, дело Трампа насчет его президентской неприкосновенности. Трампа пытаются обвинить в подстрекательстве, якобы, бунта, значит, якобы бунта, якобы, якобы подстрекал, значит, против законно избранной власти. 22 апреля Джак Смит, это, значит, специальный прокурор в этом деле, представит свои аргументы, почему, значит, Трампа нельзя миловать, что называется. А сторона Трампа, значит, сначала сторона Трампа, так сказать, объяснит, почему надо отменить решение первичного суда, федерального суда. А потом, значит, Джак Смит будет пытаться объяснить, почему нет, они будут отвечать там, ну, и тому подобное. И на самом деле в Верховном суде судьи всегда выслушавших, потом начинают задавать вопросы, из которых все и пытаются выяснить. О-о-о, они, зная, за или они против, и очень часто оживаются на самом деле. Вот, но до решения Верховного суда, значит, все решения ниже стоящих организаций будут приостановлены. Что же должен решить вот Верховный суд? На самом деле они выделили один очень конкретный вопрос. Можно ли преследовать бывшего президента за действия, которые он предпринимал, исполняя свои обязанности руководителя государства? Однажды, а такое уже рассматривалось в Верховном суде, я сейчас не помню год, но там был вопрос, связанный с то, что называется civil, то есть с гражданским судом. А здесь его пытаются, Трампа пытаются судить подстрекательство бунта, то это уголовное дело. Значит, вот 6 февраля апелляционный суд сообщил, что просит Верховный суд разобраться и будет действовать в соответствии с решением главного суда в стране. А президентов никогда еще не пытались обвинять в уголовных делах. Могли бы начать обвинять Никсона, например, в том, что он якобы, так сказать, подстрекал или направил, или не сообщил, или что-то не сделал, когда его, так сказать, республиканские ребята залезли в штаб демпартии и ставили там жучки. Но его, так сказать, Форд, насколько я помню, его, так сказать, помиловал, то есть делал пардон, и поэтому не успели. Это вот как бы второй случай, когда такое может, так сказать, вообще происходить. У главного суда нашей страны есть еще одно дело, которое подано Трампом. Значит, это по поводу Колорадо, так сказать, я надеюсь, что вы помните. Там они, Верховный суд Колорадо решил на основании того, что он якобы подстрекал кого-то, никогда не был он не обвинен, не было решения суда и прочее, они сами решили. За то, что он якобы подстрекал людей, якобы к бунту, мы не допустим, чтобы он был на бюллетенях избирательных в штате Колорадо. Ну и еще там, так сказать, несколько человек в разных штатах, так сказать, там всякие там секретари штатов и прочее, и прочее тоже начали его исключать. Вот это все приостановлено, пока Верховный суд с этим не разберется. От решения Верховного суда зависит, не исключат ли Трампа в бюллетенях, вот как минимум в десятки штатов, а после Трампа, кстати, вот представим себе, что они сказали, мы послушали все, у нас нет никакого мнения, поступайте как хотите. И там сказали, ну не наше это дело. Тоже возможно, да? Скорее всего нет, но тоже, ну представим себе, что такое возможно. И, значит, вернулось обратно, и Трампа разрешили исключить Колорадо, а потом его исключили еще там в десятки, там в 15 демократических штатах. Что будет дальше? А дальше будет следующее. Каждый раз, когда в штате будет такая, так сказать, партийная власть, то есть в одном штате сконцентрировались демократы, калиформия, в другом, в Дакоте, сконцентрировались республиканцы, они будут пытаться всеми силами не допускать, ведь разрешено, то есть не запрещено, значит разрешено, пытаться всеми силами включить всех противников, да? С президентских выборов, с выборов сенаторов, с выборов губернаторов, там, ну и тому подобное, не говоря уже о мэрах и конгрессе. Кстати, разрешение судить Трампа за якобы уголовное преступление сделает жизнь будущих президентов нервной и заставит их принимать решения, исходя не из интересов страны, а из чисто личного страха наказания. Потому что каждый раз они будут думать и иметь все время юриста рядом. Слушай, если я решу вот так, мол, меня за это потом доказать, мол, нет, тогда мы будем, это же плохо для страны, что я могу сделать, меня за это могут наказать, черт с ним. То есть на самом деле из президента сделают обычного бюрократа, для которого, вы знаете, что самое страшное бюрократа, это потерять место, на котором он сидит. Вот, самое страшное, это вот наказание в будущем, поэтому ему лучше не сделать, перепихнуть на кого-то другого решение, либо сказать, я думаю, и продолжить. Чем сделать? Потому что когда он не делает, о, я еще не успел решить, а когда решил, бам, тебя могут за это наказать. То есть это будет, это будет nightmare, да, так сказать, кошмар, по-русски говоря. Кстати, спасибо Мичу Макону за то, что он создал в Верховном суде 6-3 большинства людей, которые думают о Конституции больше, чем об идеологии. Потому что, как мы выяснили, в Америке в судах люди назначаются либо той, либо другой стороной, и очень часто они больше идеологи, чем судьи, то есть в ничего не значащих вещах, они по Конституции, там, по уголовному праву, как только, так сказать, это дело поднимается на какой-то, вот с Эрдогоном, да, так сказать, там, с Чайкиной, которая, так сказать, тоже Трампа судила, да, мы видим раз за разом, раз за разом, раз за разом, что судьи вместо того, чтобы разбираться в уголовном кодексе, они действуют, чтобы быть достойными сынами демократической партии, и так хотел сказать, Советского Союза, нет Соединенных Штатов, уже некоторых социалистических штатов Америки, Соединенные Социалистические Штаты Америки. Слава Богу, пока еще этого нет. Вот чтобы этого не было, господа, необходимо выбрать Конгресс, в Сенат и в Белый Дом, республиканцы, а не просто республиканцы, а Доналда Джей Трампа. Спасибо, что слушали.